Добрый вечер! В эфире субботний выпуск программы «События». Значит, пришло время вспомнить, какой была прошедшая неделя. В студии Валерия Макарова я и мои коллеги готовы рассказать вам о самом важном и интересном. На этой неделе строители Фрунзенского моста вышли в город, начались работы на правом берегу реки Самары со стороны улицы Фрунзе. Здесь будут расположены три опоры моста через реку. Также строители приступили к сооружению одного из съездов транспортной развязки. Репортаж со стройки Марина Матвейшиной. Устройство буронабивных слайд – процесс небыстрый и трудоемкий. Строители приступили к возведению опор Фрунзенского моста на правом берегу реки Самары. Здесь будет возведено три опоры, как на берегу, так и в русле реки. Прежде чем начать строительство в воде, рабочие готовят временную площадку для подъезда крупногабаритной техники и возможности строить на дне. Сейчас сооружают шпунтовое ограждение. Это такая замкнутая коробка, откуда потом выкачивается вода, и рабочие могут без водолазных костюмов и в безопасности возводить опоры. Когда работы по возведению опоры проведены, конструкция демонтируется. При должном финансировании строители уже в этом году планируют полностью выйти из воды и построить опоры моста через реку Самара. На правом берегу запланирована транспортная развязка с выходом на улицы Фрунзе, Куйбышево, Чапаевской и Крупской. Развязка будет включать в себя 10 съездов. Сейчас строители приступили к возведению съезда номер 9. Он будет проходить вдоль берега реки Самары и выходить на улицы Молодогвардейской и Крупской. На данный момент уже прошло 200 дней со дня старта строительства нашего объекта. Работы идут ударными темпами по всем фронтам. Сейчас мы ожидаем дальнейшего финансирования, чтобы продолжить строить ударными темпами. Мостовой переход в Фрунзенске включает в себя сразу несколько объектов. Железобетонный мост через реку Самара, мост через озеро Банное, транспортные развязки на улицах Шоссейной и Фрунзе. Завершить строительство планируют к концу 2018 года. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Расширяется и еще одна транспортная артерия, на этот раз воздушная. Расписание международного аэропорта Курумыч пополнилось новым рейсом Самара-Минеральные воды. Летать будет саратовская авиакомпания, у которой в распоряжении самолеты новейшего семейства бразильской компании Embraer. Этот маршрут для Самары легендарный. Именно с него началась история пассажирских авиаперевозок в Куйбышеве. Марина Кравцова увидела уникальную традицию летчиков пропускать самолет первого рейса через Триумфальную арку. Желто-оранжевый красавец заходит на посадку. Чуть больше двух часов полета из минеральных вод. В Самаре полная готовность к торжественной встрече. В небо взмывает водная арка. Синхронные фонтаны создают две пожарные машины. Самолет проезжает под аркой. Так во всем мире встречают новые рейсы. В Самаре своеобразную инаугурацию проводят в третий раз. Мы, так сказать, на ура приняли эту традицию. Она, в общем-то, достаточно симпатичная. Мы интересуемся, скажем, подобными вещами, происходящими в аэропортах европейских, мировых. Нам всегда это интересно. Настоящую красоту создать могут только настоящие профессионалы. И сотрудники нашего аэропорта одни из лучших. Первая Самарская арка, которой несколько лет назад встречали новую иностранную авиакомпанию, прославила Курумыч на весь мир. Фотографии этой арки, видео, которое, естественно, было размещено в интернете, оно попало в европейский рейд водных арок. Там были аэропорты Будапешта, аэропорты Барселоны, если не ошибаюсь, какие-то азиатские крупные аэропорты. И, собственно, мы были на восьмом месте по эстетике, по красоте. По маршруту Самара-Минеральные воды и обратно полеты будут выполняться еженедельно, по воскресеньям, на самолетах бразильского происхождения. Это одна из самых современных моделей. Этого рейса очень ждали. Делится семья Салембереевых. К родственникам в Минводы летают каждый год. Раньше приходилось делать пересадку в Москве. Теперь перелет с маленькими детьми будет гораздо комфортнее. Два часа в полете, 20 минут, ты уже на месте в Минеральных водах. Конечно, это очень удобно. С этого лета не через Москву, а через Самару на курорт будут летать и жители других регионов. Среди пассажиров первого рейса – жители Ульяновска. Самара-Минеральные воды. Рейс не то, чтобы новый. Он легендарный, можно сказать, исторический. 55 лет назад, в мае 1961 года, первый самолет, который вылетел из Куйбышевского аэропорта, успешно приземлился в Минеральных водах. И вот оно, триумфальное возвращение рейса. Теперь из Самару в Минводы будут летать вот такие жизнерадостные ярко-желтые эмбрайры. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Новая поликлиника появилась в микрорайоне Крутые Ключи. Она оборудована по последнему слову техники и может конкурировать с ведущими частными клиниками. Раньше в поселке работало отделение в приспособленном помещении. Теперь в новой поликлинике можно получить практически полный спектр медицинской помощи. О событии которого ждали. Репортаж Олега Зверева. Этого момента жители поселка Крутые Ключи ждали, начиная с первого новоселья. А потому на открытии больницы многие пришли как на праздник. Юридически это филиал городской поликлиники номер 14, рассчитанный на 390 посещений за смену. А если учесть, что большинство жителей с детьми, медицинское учреждение здесь жизненная необходимость. Очень большое, очень. Особенно для детишек. Маленьких детей-то и взрослых, но для детей в первую очередь. Детей-то у всех по трое, по четверо. Это в первую очередь надо в больнице. В новой больнице будут работать 60 врачей и более 100 человек среднего медперсонала. На полутора тысячах квадратных метров расположены терапевтическое, диагностическое, педиатрическое отделение и неотложная помощь. Больница, расположенная на первом этаже жилого дома, обошлась областному бюджету в 50 миллионов рублей. Еще 28 миллионов затрачено на оборудование, но это пока не все. На дооснащение планируется еще 28 миллионов. Мы на 28 миллионов рублей закупили сюда специальное оборудование, тоже большие деньги, чтобы оснастить, чтобы вы на месте могли получать первую помощь и диагностику на высоком уровне. И следующий этап, это чуть позже, это уже построить поликлинику. Нам приходится тоже тратить очень много денег с бюджета. Это и на дороги, это и на поликлиники, на школы, на детские садики. Микрорайон «Крутые ключи» продолжает строиться. Уже сегодня в Самарском поселке живут более 50 тысяч человек. Раньше многие ездили в другие больницы, теперь есть своя. Здесь у нас представлены практически все специалисты, которые необходимы для амбулаторно-поликлинического звена. И я уверен, что в ближайшее время мы сможем 95% видов медицинской помощи оказывать здесь с населением микрорайона. Еще один стратегически важный объект – новая школа. Это одно из первых учреждений образования в стране, которое вошло в государственную программу строительства и модернизации школ. До 2025 года правительство России выделит на это 3 триллиона рублей. Одних только первоклассников в школу записалось 20 классов. 1 сентября будет первый звонок. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Вновь открыто после трехлетней реставрации. Самарская публичная библиотека принимает гостей в обновленных интерьерах, которые восстановлены по старинным фотографиям. С этой библиотекой, старейшей в городе, связана деятельность Карла Гротта, Петра Алабина и Владимира Ленина. На долгожданном открытии побывала и наша съемочная группа. Старейшая в Самаре библиотека основана в середине 19 века. По ее лестницам ходили Петр Алабин, Максим Горький, Владимир Ленин. Дух того времени передают музейные комнаты библиотеке. После реставрации их впервые показали публике. Интерьеры кропотливо восстановлены по старым фотографиям. Наполнение комнат антиквариат. Что-то приносили в дар читателей, что-то хранилось в самой библиотеке. Как этот раритетный рояль, мебель, предметы старины и книги. И даже обои сделаны специально под заказ. Они точно повторяют оригинальные. Те, что скрывались под несколькими слоями краски. Три века истории у этой библиотеки. Век 19 мы его видим в этих музейных комнатах. Век 20-й – это наш третий этаж. Там тоже замечательная музейная комната, интерьеры. И сейчас то, что мы проводим массовые мероприятия, конференции, презентации, наши читатели – это наш век 21-й. Над зданием трудилась целая команда архитекторов, реставраторов и дизайнеров. Оконные конструкции восстановили по чертежам того времени. Привели в исторический вид и фасад здания. Реставрировали и знаменитый световой фонарь. Установили зеркала, которые отражают свет и расширяют пространство. За время работ сделано немало находок. Так, под слоем штукатурки на кирпичах обнаружился штамп 1879 года. А когда краску стали снимать внутри, то неожиданно узнали, что подоконник под ней из настоящего мрамора. Прекрасно восстановленный фасад, восстановленное здание – один из лучших образцов реставрации за последние годы. В городе Самаре это признает, в общем, все. И градозащитное сообщество, наши архитекторы. Это тот случай, когда не только здание восстановлено, но и в нем восстановлена жизнь. Еще в 2013 году возникла вот такая задумка восстановить в рамках общей программы по восстановлению исторического центра города. Это вот прекрасное здание. Мы разработали проект. Мы подошли к этому вопросу не с типовым подходом, а творчески, индивидуально, с креативом. Реставрационные работы внутри здания будут продолжаться до конца года, но уже сейчас библиотека готова принимать читателей и гостей в своих фондах и музейных комнатах. Валерия Макарова, Константин Головин, События. Еще одна реставрация, но уже руками волонтеров и активистов. В историческом центре города проходит второй фестиваль «Томсойерфест». Активисты все лето будут шкурить, красить, вырезать по дереву. Восстановить планируют фасады четырех домов. Один на улице Галактионовская и три на улице Льва Толстого, рядом с теми, что уже привели в порядок год назад. В атмосферу любви к архитектуре и родному городу окунулась Марина Кравцова. Неприметный серо-коричневый домик с изъеденной временем, дождями и ветрами древесиной на фасаде. По душе своей и по форме строение уникальное. Ему больше 150 лет. Когда-то дом принадлежал купцу Когану, который занимался мыловарением. В подвале одного из строений и был маленький мыловаренный завод. Интересен дом и архитектурой. Он один из немногих в Самаре, где в дереве воплотили стиль модерн. Круглое окно над входом – модерн. В этом же контексте были и резные украшения над окнами, которые сейчас сняли для реставрации. Такие маленькие, как будто вазочки с цветами. Это уже влияние, опять же, растительный орнамент, это влияние, опять же, модерна. Примерно такие наличники, как здесь, их можно видеть, например, на многих домах в Иркутске. В Иркутске очень распространено сибирское барокко. Модерн прекрасно уживается с деревянным зодчеством. Кронштейны на доме в виде лошадиных голов. Отсюда в этом году стартует фестиваль восстановления исторической среды. Все лето волонтеры будут собственными силами и при поддержке инвесторов возвращать фасаду былой лоск. Год назад новое лицо приобрели три дома на улице Льва Толстого. К работе подходят по всем правилам. Не просто красят, сначала обрабатывают материал, чтобы новый фасад не померк через пару лет. Как говорят волонтеры, такой труд – настоящее удовольствие. В леварку мы зайдем, там красный кирпич, его нужно будет потом шлифовать. Вот такая машинка, берешь вручную и все жужжит, ведь в красной грязи от кирпича с ног до головы. Так вот весь день в жару, очень круто вообще. А потом идешь на Волгу, отмываешься. Принять участие в фестивале может каждый житель Самары. Помощь только приветствуется. Около половины волонтеров – это новые лица, которые только в этом году возьмутся за кисти и полезут на леса. Проект набирает популярность. Это, в общем, пример для других. Ведь можно и так. Можно взяться самим и сделать. Вот по-хорошему надо бы еще и, собственно, большую часть жителей центра города тоже в это вовлечь. Когда ты что-то сделал сам, ты это будешь поддерживать, ты будешь это защищать, охранять. Стремлением не сидеть ложа руки, а брать и делать. Самара заразила и соседние регионы. В этом году Томсуэрфест проведут и в Казани. Там отремонтируют первые три дома. А в Самаре – четыре. Кроме этого, на Галактионовской еще три здания на улице Льва Толстого. Завершить ремонт планируют к концу августа. Марина Кравцова, Максим Гозев, События. Чтобы улицы радовали глаз и в Красноглинском районе, там установили зеленый рояль. Да еще и с цветами под крышкой. А кроме того, еще три арт-объекта из цветов и травы. Гигантский футбольный мяч, обручальные кольца. Фото на память возле топиарных фигур сделала и Марина Матвейшина. Цветочная симфония под крышкой рояля. В поселке Управленческий появился удивительный музыкальный инструмент. Рояль привлекает внимание и прохожих, и проезжающих мимо автомобилистов. Несмотря на то, что фигура еще не закончена, все уже стремятся запечатлеть себя на ее фоне. При виде этого рояля сразу хочется нажать на клавиши. Ну, они, конечно же, не настоящие, а декоративные. Но если сейчас цветочный рояль молчит, то в будущем, по задумке авторов проекта, он зазвучит классической музыкой. Идея создать цветочный инструмент принадлежит владельцу пекарни и кафе Эдуарду Галстяну. Он живет в поселке уже четверть века. На радость жителям мужчина за свой счет создает цветочную площадку и сам же обещает за ней ухаживать. На вопрос, а почему же все-таки рояль отвечает, так красиво же, а красота спасет мир. Чем больше мы красоту создадим, я думаю, тем больше наша молодежь будет правильно вести себя и правильно ухаживать все остальное. В поселке появились еще две объемные фигуры. Два вручальных кольца у ЗАГСа и мяч у стадиона. В этом году, по словам местных властей, количество цветников увеличилось в два раза. Расцвели даже газоны вдоль дорог. У нас поэтому новые инновационные методы применяются. Изделения не такие, как объемные фигуры, ракарии, альпинарии. Ракарии – это цветочные композиции с использованием дикого природного камня, где высаживаются определенные виды растений, но тоже они достаточно интересные. В этом году цветочные ароматы слышны по всему городу. В рамках программы, принятой по инициативе главы города Олега Фурсова, на Самарских улицах высадят на четверть цветов больше, чем в прошлом. В том числе и на средства предпринимателей. Объемные цветочные фигуры появятся и в других регионах города. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, События. В большой арт-объект превратилась и Самарская набережная на минувшей неделе. 50 тысяч человек стали гостями фестиваля «Волга-фест». Творческие мастерские, концерты, соревнования и выставки. Торжества развернулись около памятника Григорию Засекину. На набережной прогулялась и Алина Чемерес. В этом доме многое можно сделать своими руками. Проект открытых столярных мастерских в Самару привезли из столицы. Здесь любой желающий может научиться сверлить, пилить и мастерить деревянную мебель. Люди приходят, могут собрать собственное кресло и унести его с собой, поставить во дворе или поставить на набережной. Когда приносишь в дом или во двор что-то, сделанное своими руками, оно ценится намного больше, нежели купленное где-то в магазине. Удмуртский уголок – традиционные кухни. Причудливые качели с видом на «Волгу». Стенды, где любой желающий может оставить автограф, праздничный концерт. Это лишь малая часть того, чем встретил жителей фестиваль набережных. Здесь же выставка, сделанная руками юных самарцев. Я собрал машину кваса, которая ездит и выливает квас. Вот по этой, по трубке, стекает квас. И можно поворачивать в какую-то сторону. Детям очень интересно. И взрослые тоже. Мы все с удовольствием собирали из деревянных фигур разные штуки, конструкторы. Дальше смотрели балет, танго. Очень здорово, интересно. В этом году на Самарской набережной соорудили 25 площадок. Проекты мастеров из Чебоксар, Нижнего Новгорода, Петербурга. Приехали даже гости из Китая. Прошлогодний «Волга-фест» организаторы называют репетицией. Полноценный фестиваль сейчас. Мы сделали несколько уникальных смотровых площадок, которые находятся сейчас на набережной и пользуются популярностью. Одна из них – лабиринт на пляже. Пабликарт-программа объектов, взаимодействующих с ветром. Привезли очень большие воздушные объекты до 40 метров в длину. На площадках «Волга-феста» побывали и первые лица региона. Мнение жителей о празднике выслушал губернатор Николай Меркушкин. Он пообщался и с гостями из других городов. Люди рассказали о своей малой родине и отметили позитивные изменения в Самаре. Очень нравится город. Я там часто на праздниках бываю. Мне рассказывают снафи, как там все красиво, интересно, все организовано. Мне это очень нравится. Хорошо, что и здесь так стало. Стало уже? Да, стало. А мне кажется, еще не стало. Нет, нет. Я уже замечаю много больших хороших перемен. Очень хорошо, что появляются такие в городе праздники, которые могут собрать большое количество народа, которые могут и разрядиться, и какой-то заряд бодрости получить. То есть это очень-очень здорово, что есть такая традиция. И я считаю, что она должна повторяться и укрепляться в нашем городе. Тем более возможности у города большие. Да, да, да. Гуляния на берегу Волги продолжались два дня. За это время здесь побывали более 50 тысяч человек. В этом году Волга-фест расположился только на второй очереди набережной. На следующей обещают задействовать и первую. Площадок будет больше. Их оборудуют и на самой набережной, и на пляже. Возможно, задействуют даже острова. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. На этой неделе юбилей отметил участник Великой Отечественной войны, создатель Самарского телевидения, почетный гражданин города. Николаю Фоменко исполнилось 90 лет. Он стал первым телезрителем области. И под его руководством телевизионный сигнал пришел в каждый дом. Николая Пантелеевича поздравил президент России Владимир Путин, отметив его заслуги перед государством. В гостях у именинника побывал Олег Зверев. В квартире Николая Пантелеевича Фоменко телефон не смолкает с утра. Поздравляют родственники, друзья, коллеги, руководители городов и районов. Сам юбиляр признается, к вечеру немного устал. Все-таки 90 лет. От имени областного правительства почетного гражданина Самары поздравила замминистра образования Надежда Колесникова. Она же вручила конверт с самым титулованным текстом от президента России. Ваш жизненный путь, любовь к родине, сопричастность к ее судьбе является достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин. О своей жизни Николай Пантелеевич Фоменко рассказывает, вспоминая только по-доброму, даже самые трудные годы. Участник Великой Отечественной войны. Создатель Самарского, тогда Кубышевского телевидения. Почетный гражданин города. Родился в Воронежской области. Окончил восьмеретку, затем война. 17-летним парнем он записался в добровольцы. Воевал на Дальнем Востоке. В боях под Харбином получил тяжелое ранение. После войны учился в вечерней школе, а затем в Одесском электротехническом институте связи. По его окончании в жизни Николая Пантелеевича начинается Самарский период. В 1957 году совершилось событие, о котором позже он написал книгу. Чудо 20 века. Был принят первый телевизионный сигнал. Начинается эпоха телевидения. Я занимался только развитием телевидения. Я строил передатчики в Тольятти, в Сельдьевске, в большинстве, в Сельдьевске, в мачте 250 метров. И построил к концу своей деятельности. И покрыл, по сути, область телевидения. Телевизионных чудес в его жизни было немало. Одним из первых в стране Николай Фоменко решил организовать независимую телекомпанию «СКАД», президентом которой был 16 лет. Все сотрудники всегда вспоминают не только стиль его руководства, но и яблоки, выращенные на даче Фоменко, которые он привозил на угощение всем. Сейчас у меня груш много. Я в прошлом году кого-то только не обеспечивал. И наш департамент грушами, и соседей, и друзей, и журналистам привозил. Когда я говорю, ну девать, я говорю, жалко. Яблоки, яблоки раньше было. Сок делал, вино делал. Здесь специалист хороший по вино. Итогом «Большого пути» стала автобиографическая книга «Былое. От тихой сосны до берега Волги». Откровенно о жизни и работе книга издана небольшим тиражом, в основном для близких людей. Впрочем, и в 90 лет Николай Пантелеевич полон творческих планов и собирается издать «Историю связи» Самарской области. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. В воскресенье главная площадь Самары станет центром торжеств, посвященных Дню России. Начнутся они днем и продлятся до позднего вечера. Жителям обещают грандиозный концерт с участием столичных артистов и насыщенную программу. На площади будут работать свыше десятка тематических площадок. Ожидается, что гостями праздника станут не менее 50 тысяч человек. О том, что еще ждет Самарца в День России, знает Алина Чемерес. В этом году торжества на День России посвящены сразу четырем юбилеям. 55-летию первого полета человека в космос, 165-летию губернии. 430 лет исполняется со дня рождения города и 75 с тех пор, как Куйбышев получил статус запасной столицы. 12 июня с двух часов дня на главной площади города будут работать 15 тематических площадок. Детская, спортивная, уголок Дома дружбы народов. Показать себя намерены и предприятия ведущих отраслей самарской промышленности. Жителей ждут поистине космические впечатления. В этом году у нас впервые будет развернута на территории площади уникальная экспозиция, создание которой примет участие не только музей Самара Космическая, но и ЦСКБ «Прогресс», СНТК имени Кузнецова, которые приведут туда реальные действующие экспонаты, модели, в том числе побывавшие в космосе. Музыкальная программа тоже обещает быть грандиозной. Начнется она в 5 часов вечера с выступлений детских коллективов. Творческую эстафету подхватят самарские артисты. Волжский народный хор, дуэт, баян, микс в гости ожидают и столичных исполнителей. Мы приглашаем к нам в Самару и дали уже согласие, приезжает певец-маршал с концертной программой. Затем завершится весь этот блок группой кипелов. В половине одиннадцатого начнется зрелищное лазерное шоу. С помощью световых эффектов перед жителями возникнут главные символы Самары. Монумент славы, знаменитый штурмовик Ил-2, здание железнодорожного вокзала. Завершатся торжества фейерверком. Алина Чемери с Артем Сулайманов, события. Праздник пришел и в самарский зоопарк. Он бьет все рекорды по повышению рождаемости. Там появился на свет еще один енот, а также страусенок. Причем пернатая пара стала родителями впервые. И познакомиться с новорожденными отправилась в Марианна Мирная. На 50% папа енота Вячеслав Королев с малышом возится как с родным. Кормит, купает, играет. Новорожденного подарила зоопарку пара енотов, которых в феврале признали лучшей парой. Енота назвали гомером по объективным причинам. Это немножко связано. Енот же Северная Америка. У них это неофициальный национальный символ. А также, я не знаю, многие, может, смотрели, любят мультсериал «Симпсоны». И вот гомерчик, он по характеру такой же толстенький, такой пузатенький, глупенький. Любит, очень много есть, когда ест, чавкает. Новый обитатель пока меньше килограмма, вырастет еще в пять раз. А вот другой малыш через пару лет станет выше человеческого роста. Зоопарк пополнился еще одним жильцом. После пяти лет супружеской жизни пара страусов Эму обзавелась потомством. Страусенка отсадили в отдельный вольер, чтобы привыкал к самостоятельной жизни. У африканского страуса глаз больше, чем мозг, но все равно птичка достаточно разумная. Естественно, то, что она прячет голову в песок – это бред. На самом деле, они просто так ходят, кушают, они едят с пола. Естественно, голова в траве, кажется, что спрятался. А так, у них развит родительский инстинкт, они способны оценивать обстановку, замечать врага, действовать адекватно, либо убежать, либо дать пинка. Оба новосела останутся в Самарском зоопарке. Енота Гомера даже записали в программу контактного зоопарка. Будут приучать к человеческим рукам и общению с посетителями. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Рабочая неделя запомнилась нам именно такой. А я желаю вам хороших выходных и отличного настроения. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова